15 том книги «Открытым оком», вопрос 2942, тема «Проповедь Благовестия». «Ваши объявления, которые братья расклеивают по городу, приносят ли желаемые плоды, интересуют ли читающих их?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Может быть, одно из тысячи объявлений коснется кого-то. Народ страшно безразличен ко всему, кроме своей утробы и блуда. Но и блудников, и мытарей Бог выводят во свет Библии». Евангелие от Матфея, 21 глава, 31 стих. «Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед у вас идут, в Царство Божие». Кавычки открываются. «Осенью 2001 года мне поставили диагноз лимфосаркома – злокачественная опухоль. Я долго лечился, но болезнь не отступала. Вдруг по телефону звонок. «Извините, у нас социологический вопрос. Можно ли доверять такой книге, как Библия?» Отвечаю, «Да». «А вы хотели бы изучать Библию?» «Да». «Тогда приходите туда-то». Так я попал на занятия к свидетелям Иегова. «Бывший священник объяснил мне, что это страшная секта, а чем она страшная, не объяснил. Самого я спросил, почему он ушел из церкви. Он коротко ответил – мафия. Прочитал книгу Дворкина о сектах. Тут на глаза попалось объявление на столбе. Меня сразу насторожило то, что в нем рядом стоят два слова – церковь и Библия. «Ну, думаю, совсем сектанты оборзили. Под православие косят. Пойду с ними разберусь». Так я попал на занятия к Игнатию Тихоновичу Лапкину. Меня сразу насторожила буква «З» в РПЦЗ. Думаю, с запада морской сектантский ветер дует. Но постепенно стал понимать, что к чему. Три года я искал Христа и наконец-то нашел. Низкий поклон Игнатию Тихоновичу. Теперь смотрю на мир через призму Библии, открытым оком и нахожусь в спасительном ковчеге РПЦ. Пупков Сергей Павлович. 770327 «Нехорошо бы человеку одному, доказано за множество столетий, уже если только вздумал утонуть, к виску приставить дуло пистолета. И как так вывернуть монашество сумело, отлично в заповеди, отлило в заповеди, крепче скал и стали. Расхарахорились, восстали скопом смело, чтить одиночество по кельям не устали. Нехорошо забыть про бесноватых, а строить кучи на горах фаворских, ловить неопытных в послушники сосватать и растолкать по подземельям в норы. Отшельники, отступники в затворе, весь капитал, истратив на запоры, таланты гробили в гробах себе на горе, боялись женщин, падали так скоро. Через полосица, Через полосица и сподней черноты Едва евангельскую веру не сгубила. Необмолоченные валятся снопы, все по вине кастрированных, хилых. Веревка, скрученная втрое, столь крепка, что альпинисту сможет пригодиться. Всем одиноким помощи рука через людей Бог простирает быстро. На одиночек легче нападать. Имуществом и домом внезапно завладеть. К таким легко проникнуть может тать. В окне нет света, во дворе людей. Уж так устроилось, что хуже одному бороться с немощью, болезнью и недугом. Пожар тушить, когда беда в дому. Нет телеграмм, мы так нужны друг другу. Нехорошо дать на суде отчет за одиночество, за жуткий эгоизм. Духовная смерть как бы к себе влечет, но жить для ближних – духовный коммунизм. 4 января 2006 года. Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин